Накануне православные отметили один из главных праздников – Троицу. А сегодня церковь празднует Духа в день. Из-за пандемии коронавируса службы проходят практически в пустых храмах и только с участием священнослужителей. В чем значимость этих двух праздников и что они означают для православных людей? Ольга Савенко с подробностями. Много замечательных праздников имеется в Русской Православной Церкви. Самый выдающийся и преображающий человека – это праздник Святой Троицы. Он отмечается на 50-й день после Пасхи. Отсюда и второе название – Пятидесятница. У древних христиан это был второй по значимости праздник после Воскресения. Две тысячи лет назад в Юрусалиме, в Сионской горнице, в которой Христос совершил свою последнюю тайную вечерю, собрались Его ученики с Богородицей. И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. И явились им разделяющиеся огненные языки, и опустились по одному на каждого из них. Согласно книге «Деяния апостолов», которая входит в Новый Завет, на них сошел Дух Святой. Апостолы начали говорить на других языках. Этот день считается днем рождения Церкви. Все те люди, которые в этот день находились в Юрусалиме, слышали проповедь апостола Петра и всех остальных апостолов. И в этот день крестилось более трех тысяч человек. После проповеди люди услышали благую весть о Христе и приняли святое крещение и веровали в Христа. И этот день является днем рождения Церкви. После сошествия Святого Духа ученики Христа начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедовали соблюдать это правило всем христианам. На Руси же Троицу начали широко отмечать лишь в XIV веке при основателе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры преподобном Сергии Радонежскому. На Троицу примета украшать свои дома веточками березы, травами и цветами. Они напоминают нам о том, что под действием благодати Божией душа каждого человека может расцвести пышным цветом любви, добра, веры и надежды. И даже некоторые молитвы священнослужитель считает с букетом в руках, как символ новой жизни, новой крестьянской церкви. В этот великий день после литургии служится вечерня, во время которой единственный раз в году трижды читаются колено преклоненные молитвы, удивительные по своей красоте и глубине. Их в IV веке составил святой Василий Великий. Впервые после Пасхи поют молитву Царю Небесный. Это молитва Святому Духу. Не случайно в этот день белые облачения духовенства, в которых служили с праздника Вознесения Господня, меняются на зеленые. Зеленый цвет в православии – символ Святого Духа. Его праздник отмечают на следующий день после Троицы. Он так и называется – День Святого Духа или Духа в день. Искренне от всей души хочется в День Святого Духа поздравить всех наших православных братьев и сестер с этим знаменательным днем. И в этот день пожелать всем доброй, хорошей, крепкой веры, величайшей надежды, которая не иссякает по действию Духа Божия, и любви, которая покрывает все немощи окружающих нас. Жизни вечной со Христом Господом нашим. С праздником всех! Радостно, благодатно и благодарение Господу за то, что Он так вот нас любит. Как утверждает Церковь, Святой Дух действует в каждом из нас. Нужно только услышать Его, услышать Его голос и следовать за Ним. И тогда окружающий мир наполнится красотой и гармонией, а в душе поселится мир, тепло и покой. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, в этот день Господь протягивает человеку свою руку. Дай ему свою! Ольга Савенко, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкисия.